привет любитель пустых баночек я сейчас уточнила по своему каналу когда они последний раз были они были последний раз в апреле значит это будут пустые баночки с мая 22 года смысле с мая этого года по тире сентябрь сейчас у нас конечно 3 октября но у меня просто раньше физически не получилось это все сделать но в октябре у меня еще ничего не закончилось поэтому это с мая по сентябрь 2022 года я точно не помню но мне кажется еще не обозри не обозревала если обозревала ну прости мне такое ладно шею второй раз оставлю к обозрею это у нас жидкая мыльная основа чистотел один килограмм она очень жидкая я ее брала потому что давно на нее смотрела мне было интересно на сволочь такая стоила чуть ли не 800 рублей за литр и другая мыльная основа стоила тогда также потом я ее купила ту же мыльную основу только чуть дешевле раза в два уже так спустя полгода короче хорошо промывают волосы шампунь на этой мыльной основе единственное надо совсем чуть-чуть жидкостью разбавлять машина очень жидкая если чуть-чуть капнуть даже если солью загустеть ну как то ни то ни сё но после мытья вот тут такой мыльной основой шампуни на ней можно где-то так вот если у тебя жирные тонкие волосы если ты свои волосы обычно можешь раз сутки то где-то раз три дня можно мыть таким шампунем на ее основе на этой основе нет шампунь на этой основе еще есть деревне немножко на основе чистотела вот бутылочка осталась пойдет переработку мне еще закончилась основа для классического шампуня от выдумщиков она очень густая гелеобразная я так и не поняла какую пропорцию лучше делать потому что кто пишет два к одному кто пишет один к одному ну два к одному жидкости к одной части две части жидкости одна часть допустим вот мыльной основы потому что один канал выходит очень жидко некоторые отвары трав или там каких-то фруктовые такие соки скажем так экстракты фруктов или других растений специально ну как бы сами все разжижают основу а некоторые как бы один к одному нормально так идет но в общем когда у меня выходило очень жидко когда ну так себе жидко оно хорошо промывает волосы хорошо пенится все мне вообще очень нравится основы от выдумщиков но у меня обычно были основы кирпичики такие ну для обычного мыла кускового сейчас у меня такая же основа только как бы написано для жидкого мыла но описание она подходит точно так же для и шампуня и все остальное не поняла разницу чем жидко чем вообще отличается кроме цены основа для жидкого мыла или шампуня сейчас в принципе на озон она стоит и так и та и другая одинаково около 400 рублей за литр а тогда ее покупала около 800 рублей в общем наверное все таки надо делать или один к одному или две части тут он мыльная водичка булькает две части вот этого геля и одну часть жидкости ну и советуется масло не добавлять да если масло добавляешь даже совсем чуть-чуть там какое-нибудь базовое масло не считая эфирных то оно разжижается и в принципе и мылкость у нее слегка снижается так у меня закончилась зубная паста там наверняка где нибудь сама зубная паста валяется эта коробочка от нее китайская зубная паста которую я на вэтберис покупала не помню почем хорошая зубная паста надолго и конкретно так хватило экономичная хорошая зубная паста ничем не хуже корейских или японских у меня закончилась пена для ванна тэйван зеленое яблоко которое мне дарила подписчица леречка очень хорошая пена универсальная я ее использовала как пена для ванн как гель до душа как шампунь кстати хорошо волосы промывают и можно ну на два дня свежести волос если ей помыть очень вполне себе хватает короче тут что-то еще осталось это можно ну в общем я водой видать окачивала чтобы вылить на губочку можно от вылить на губочку и помыться так что я ее пока отложу завтра душик с ней прямом утричком у меня тут закончилась я еще тестовый обзор не смонтировала она уже закончилась мистик порошок почему она в пакете когда ты им пользуешься надо одевать перчатки резиновые не дай не дай черт что нибудь попадет на руки вроде как экологическое то все но при этом термоядерная хорошая штука хорошо отмывала унитаз хорошо отмывала раковину еще что то но что то я и делаю конкретный такой обзор будет я постараюсь взять себя за жабру и ближайшие дни пять шесть десять сделать тот монтаж с тестом у косметики гринвей да это российская косметика гринвей вот это мистик там не только косметика российская продукция гринвей и вот там вот этот мистик порошок вообще по всекрету всему свету в том-то видео я наверно вырежу тот момент у скорее всего пойдет рабочий момент и может быть отдельно и залью но если тебя жаба душит покупать вот это вот тут сто шестьдесят грамм двести чем-то но стоит купить себе персоль состав идентичный стоит на вайтбрис около сотни думаю в офлайн новых магазинах и то дешевле можно найти и там 200 грамм все вообще идентичное тот же самый порошок те же самое качество уж простите меня гринвей но вот очень хорошая такая штука единственно очень быстро расходуется а да самый основной плюс у меня слегка хреново уходила вода в раковине в умывалке в ванной и я туда его чисто так сыпнула эксперимента ради а если возле горячей воды он такую пену шикарную дает вообще ну а то ты увидишь если ты будешь смотреть ролик который она когда-нибудь до смонтирую когда я им чистила кастрюльку может там такой влогового типа ролик будет у меня потому и не идет монтаж что я не очень люблю сама смотреть такого типа ролики ну когда пришло сама еще и снимала мало того что сама снимала еще и монтировать это то бишь сама еще это смотреть короче я засыпала пару столовых ложек что ли буквально в слив раковины в этой своей в раковина который умывалка ну где умываюсь маленькая раковина в ванной залила кипятком в общем из чайника горячей водой это буквально там минут за пять так просыпела и весь засор к чертовой матери прошел хорошая штука 1 за 40 но надо работать в перчатках коробочка есть но она еще не закончилась поэтому она еще не пустой паночка видимо я просто положила сюда коробочку так у меня закончилась зубная паста от грим вей тот сим бабе и бэби точнее апельсиновая детская зубная паста знаешь зритель если у тебя есть дети я не советую тебе это потому что тут состав совершенно ненатуральный все эти натуральные компоненты где-то там внизу там наверно по капле плюнули а вначале вообще дичь какая-то она на зубы на зубную пасту наносится и надо очень много нанести чтобы почувствовать иначе ощущение будто зубной щеткой по пустому месту елозишь и зубкам больно это если мне взрослому человеку с большей частью молочных зубов зубкам больно а ребеночку да как блин будет больно и некомфортно короче какая-то ерунда для детей от трех лет вот эта штука плюс еще минус у нее у нее очень большой флакончик он на 50 миллилитров наполнения но флакончик большой наполнение раза в два меньше и первый раз когда да зафольгирована была то есть у когда выдавливаешь у меня вот так вот плюнулась где-то метра на полтора в ванной куда-то туда мимо из-за того что уныль бывает такое что вот вроде как наполняемость осталось там остатки какие-то бывают таких вот тюбиках выдавливаешь оно куда-то летит к черту на куличики правда куличики у нас были на механке но в общем они видимо цветочного на механку летели эти это к черту после вскрытия на 6 месяцев живет то все индивидуально непереносимых компонентов благо у меня именно на нее детская зубная паста со вкусом апельсина благо именно на нее у меня не было индивидуальной переносимости как вот на ту штуку которая как бы была бы в пустых баночках благодаря которой у меня случился конъюнктивит аллергический заложенность ушей почти на месяц потому что у нас такая ситуация что к врачам вообще не записаться нормально там только через госуслуги тоже дать приходится приличное время ну короче говоря на аллергии у меня на нее не случилось апельсин там практически не чувствуется не химический не физический ну честно ерунда на пустом пасты спасибо менеджеру greenway что дала возможность вот это попробовать и за то что она скакала на свою эту базу специально за этой зубной пастой но я бы сама такую дурь не купила бы не в жизни даже бы каким-нибудь племянником или каким-нибудь детям своих друзей и вам не советую фигня так с чего тут у нас еще это еще не закончилось я сюда на складывала по ходу дела коробочек продукты которые еще не закончились зато нашла коробочку вот это и зубной пасты да вот зубная паста приходит в такой коробочке 50 миллилитров честно я не знаю чем сейчас дети современные увлекаются но вот такая страшная фигня будь я ребенком трех лет я бы спряталась за маму папу бабушку дедушку куда угодно но убежала бы подальше от этой штуки страшная жуть вообще какая-то домовенка кузя не могли сюда присобачить вы же русская фирма делаете для россии поднимаете это внутреннюю экономику страны поддержите по производителю а как можно поддержать производителя когда у него такая жуть на упаковке от израиля какой-то у меня закончилось не смотри что тут что то есть это вода обычная с каплей мятного эфирного масла у меня закончился спрей для тела что это вообще где то написано в общем это even natural гранат манго сочный гранат манго желтым цветом на прозрачном фоне только и писатель лосьон спрей для тела освежающий 100 миллилитров это подарок от подпиши целелечки когда-то она мне его присылала первый раз я пользовалась такими вот такого формата спреями от Avon хорошая штука я его использовала в принципе сначала я его использовала как душ духи летом как просто спрыснуться вот чем-нибудь таким вкусненьким по большей части как духи а потом я его использовала как освежитель воздуха дома особенно когда Алиса сходит непонятно куда непонятно зачем вместо своего лоточка чистенького и только что вымытого и в общем оно у меня ну и иногда знаешь сидишь так это когда у меня еще окно было не пластиковое на кухне а какая-нибудь феерическая человечина решит покурить самые дешевые сигареты у нас тут оказывается в подъезде все-таки кто-то догадался купить Captain Black потому что последние несколько дней пахнет таким вот клюквенным вишнем фиг знает Captain Black знаю что раньше был вишневый Captain Black ну короче говоря качественным каким-то табаком сейчас пахнет в отличие от какой-нибудь параши и вот оно начинает курить в какую-нибудь дикую жару это все идет сверху в мое окно дышать невозможно у меня легкая аллергия на табачный дым потом привет конюктивит и я вот этим пользовалась а потом я думала такой хороший спрейс что я залила оттуда воды капнула каплю эфирного масла мяты правда все равно чувствуется именно эта отдушка гранат и манго приятная кстати отдушка но как спрей он у меня сейчас примерно на ту же тему когда Алиса лазает туда куда не надо если ты не в курсе что блин за Алиса то вот она так у меня закончилось вообще их дофига закончилось но все что то все выкидывала одно оставила перекись водорода раствор 3 процентов 100 миллилитров хорошая штука я уши и промываю она мне помогала когда у меня как раз случилось заложение ушей благодаря гримвей ну обычная перекись у меня закончилась я по году делала в этот на уход октября и я еще забыла на уход сентября ее показать мне ежемесячно он подобный бочоночек идет в уход ну последние пару раз я что то забывала мы сейчас играем как раз бутылочка из-под перекиси короче это когда-то магазин моя индия мне прислал на обзор вот это вот в формате 30 и 60 миллилитров 30 миллилитров я родственникам отдала потому что ну дань такая что бы мне не прислали всегда надо делиться хошь не хошь 60 себе оставила и вот это единственная вещь из всего того что мне приходило на обзор допустим от Багстрав от Маиндия от Саванри еще и от Гюнвей что я по собственному желанию не то чтобы ежегодно ежепериод ну короче почти постоянно покупаю у меня родственники покупают я покупаю другим родственникам родственникам соседей родственников в России кошка тут что то набуянила как бы это звук наверное был бутылочки мои раскидала большие пустые баночки короче родственники просили соседям вот такую штуку купить я покупаю у меня в деревне она была в городе была универсальная совершенно штука у меня даже был момент такой что я на себе прочувствовала когда я случайно сковородой благодаря тряпочке Гринвей какая то она вообще это негативная ферма блин относительно меня обожгла палец и у меня вот этот палец был вот наполовину красный раздувшийся и я значит первым делом сначала под холодную воду потом намазала аккуратненько этим вот потом держала часа полтора наверное из морозилки достала кусок творога в пакете и оно у меня спало вообще-то ну вот так опухоль спала потом я еще раза четыре помазала вот этим вот и вот там еще помазала и у меня все нормальная кожа стала на пальцы никаких намеков что там ожог или еще что-то я вот как бы знала что оно от ожогов помогает и родственники мне говорили что там где-то что-то маслом плюнулось на кожу попало пару раз наматываю все ништяк оно помогает от насморка внутрь здесь вот помажешь и крылья носа чтобы кожа была мягкая главное потерпеть потому что буквально через минуту захочется выморкаться пару минут потерпеть оно проходит оно проходит горло оно помогает от мигрени у меня тут трое суток была сильнейшая и ничего не помогало и вот под конец уже после мокрой тряпочки я помазала и оно часа через два прошло оно помогает от ушей ну в смысле в ушке если простуда какая-то но помогает от сухой кожи если у тебя конъюнктивит как у меня как-то случился после похода в гости к друзьям когда они оба курят я пришла домой и у меня глаза болят а на утро они гноятся я лежала час и каждые 15 минут короче 4 раза за час я мазала веки ну закрытые глаза держись с закрытыми глазами и мажешь совсем чуть-чуть и у меня прошли вот это прошел конъюнктивит оно помогает от боли в глазах точно так же веки мажешь оно помогает вот когда сухая кожа вообще слушай совершенно универсальная штука если тебе хочется больше конкретно оду про него посмотри у меня плейлист My India там по-моему только два ролика вот один ролик как раз про кайлаш его можно найти на Вальберис на Озон ну в общем штука хорошая вот она у меня в пустых баночках у меня наконец-то закончилось мыло которое мне сестры дарили на 8 марта это Арифлейм у меня еще там наборчик такой был крем для рук и мыло крем для рук еще не начат а вот мыло закончилось оно очень экономичное учитывая что чуть больше половины лета провела в деревне ну по сумме дней вот как туда-сюда приезжая оно у меня как бы юзалось и как мыло для рук и вместо геля для душа его юзало почти шикарное там буквально остался какой-то малюсенький обмывочек и вот он и весь тоже ушел это в пустых баночках оказалось если ты смотрел уходы мои на лето там то вот оно часто это мыло было чуть ли не три или четыре месяца подряд в уходе мыло у меня закончилась лунатура энзимная пена порошок для умывания пенная маска подарок от подписчицы света из москвы японская штука тогда она мне света присылала чисто на пробу там наполовину флакончик был полный ну наполовину короче и он очень экономичный я ему умывалась не поверю зрителю я ей даже пару раз мыла волосы чисто на руки на мокрые волосы я думаю он так хорошо промывает волосы я бы может его себе купила чисто чтоб волосы мыть потому что волосы он промывает шикарно волосы потом очень пышные красивые значит блестящие и суток двое трое их можно вообще не мыть универсальная штука это тоже подарок от подписчицы света невея молочко для волос здоровых блеск бальзам мягкий бальзам с миндальным маслом для гладкие блестящие волосы как шел он так обалденно пах розой отличный бальзамчик и волосы мягкие волосы пышные светлые вообще блестящие очень классные и пах круто и смывается немножко совсем надо наносишь пару минут подержишь смываешь вообще суперская штука я как бы благодаря вам дорогие зрители не смотрю в магазинах все эти бальзамы и так далее может некоторые из вас мне периодически что-то дарят а некоторые в свое время дарили у меня там какая-то баррикада все еще чего-то есть поэтому я даже не знала что у невея есть допустим молочко для волос ну типа как бальзам знаю только что у них есть крем универсальный для лица потому что как там начале весны меня попросили купить дедушке одному потому что он поливаться таким вот кремом универсальным для лица там какой-то крем за всей семьи вот про это знаю теперь знаешь что еще такая штука есть у меня закончились духи хе-хе-хе которые долго-долго были в фаворитах ну типа чем я пользуюсь в парфюмах месяца это со мной поделилась подписчица Ксюша своей коллекции это снятость уже конкретная близильная тур коллекция карамельная груша и фраше туалетная вода и вот тут было 100 миллилитров и она мне так нравилась ну ты наверное если смотрел эти мои парфюмы то помнишь тут слушай тут даже что-то еще совсем чуть-чуть осталось надо будет как-то это выжать в общем вот карамельная груша у меня закончилось там вообще у меня как-то оно многострадальное тогда баксдравт мне в начале шале года прислала эту посылку я как раз купила ну снос посотрудничали со мной на обзор купила как раз йогурницу в честь такого дела потому что там вот мне закваски всякие прислались если хочешь кстати выгоднее купить заказ на баксдравт ну захочется тебе косметики это про биодерм от баксдравт ли не такая косметики или допустим заквасок подешевле там по-моему на 2000 что ли набираешь если еще даже ход используешь при этом скидочный на 10% то у тебя бесплатная доска доставка а если меньше набираешь то у них доставка окупается в общем ты плачешь доставку ну допустим рублей 300 а тебе на эту сумму в посылку вкладывается еще заквасок бонусом короче если хочешь сделать заказ на баксдравт ссылочка в инфобоксе или либо же используй код айва форевер да вот мой ник он тебе даст ссылку 10% на всю корзину и вот я тогда купила как раз йогуртницу думаю раз у меня тут есть закваски ну и у меня был из косметики вот эта штука единственное что после России тогда поиграла посылкой футбол у меня вот тут вот сломалась эта крышечка потом у меня что-то кошка его уронила и так получилось что у меня отломалось еще что-то ну в общем я его пользовалась он очень экономичный очень классный скрабик я его отдельную воду превозносила также есть плейлист отдельный баксдравт там есть вот и про закваски и как что делать и про косметику и вот весной что ли я там делала этот обзор вот этого вот очень классная штука экономичный хороший нежный скраб но я его даже когда вот у него крышечка отвалился благодаря одной тут стрекозе я им даже пятки скрабировала очень классно скрабирует не хуже чем лицо в общем вот он в пустых баночках еще одна перекись а вот та самая зубная паста коробочка от которой уже обозрелась она тут выдавленная она вот так закрывалась до этого у меня были корейские зубные пасты они вот снимаешь крышечку и потом защелкиваешь хоть это и вроде не уходовое что-то но оно у меня тут есть у меня были там даже еще кусочек ватки остался мега упаковка эконом рубль бережет релюкс ватные диски 180 штук мне кажется я их покупала в доброцене что-то рублей за 55 их до хрена долго хватало и я заметила что в этом году я очень как-то экономично мало пользуюсь ватными дисками не знаю почему но я как-то и косметикой меньше пользуюсь вот такой где надо ватные диски у меня там есть какой-нибудь тоник до лица и вот он все так что у меня тут еще что-то о у меня оказывается две баночки то закончилось смотри еще одна баночка кайлаша тоже 30 грамм и у меня закончилось мыло которое даже коробочка пахнет вот честно я не знаю что не так с этим гринвейм нет там есть какие-то фавориты там есть 4 фаворита которые ты если посмотришь ролик когда его наконец-то смонтирую моего затеста гринвей продукции там есть 4 фаворита но большая часть вот я не догоняю что не так с этой российской косметикой экологической экологичной эко и так далее которая даже получила сертификат халяль короче это мыло серии шарм или шарм эхрен знает виноградное оно как бы натуральное то сё оно до сих пор вот сама коробочка воняет этим отдушкой виноградной это жуть вообще ужас оно очень сильно размокает но дает хорошую пену но оно настолько размокает что знаешь берешь кусочек мыла и вот оно все такое дрязглое если ногти подлиннее чем вот сейчас оно под ногтями остается это какой-то жуть это ужас какой-то вообще не знаю ерунда такая причем точно в такой же коробочке манговое мыло мне казалось что ну как бы там различаются ну максимум этим ароматом потому что состав-то идентичный манговое мыло не размокает ну хорошо и не сохнет и не высыхает это кстати и размокает и высыхает шути но это хотя бы это хотя бы мылиться при этом хорошую пену дает хорошо мылиться а то оно не размокает у него краситель полностью мигрировал из желтого оно стало такое бело-желтое, но оно еще не в пустых баночках я просто не сравняю, я хочу сказать тут-то цвет оставался такой же вот фиолетовый, значит, ну вот такой вот виноградный если хочешь совсем цвет увидеть, то есть плейлист, пока там много всяких шорстиков и один конкретный полноценный такой ролик как раз со спаковки посылки Гринвей так вот, вот там вот как раз цвет этого мыла, и цвет манго, по-моему, тоже я открывал, показывал короче, цвет этого манго мыла выцвел краска вся вымылась, он бело-желтый такой стал, ничем вообще не пахнет, и не мылится и чтобы вот пену конкретную поиметь с него, это надо вот я беру губку такую шариком, беру это мыло и подстрою такой хорошей воды это мылю, и тогда случается пена, а вот чтобы взять руки и помыли руки, чтобы появилась эта пена это, я не знаю, у меня иногда бывало такое, когда очень много масел каких-нибудь базовых вложила в мыльную основу для кускового мыла, и тогда у меня оно было супер такое крутое, напитанное и плохо пенилось вот примерно тот же вариант, вообще не знаю, зрители, если ты тебе пофиг, что оно может вонять на всю квартиру в ближайшие месяцы, там мыло и коробочка еще будет вонять, хотя уже и мыла-то нету если тебе плевать, и у тебя нет длинных нотей, либо тебя не напрягает, что мыло остается под ногтями, но все такое раздрязглое, как черти чё то только в таком случае я тебе советую а так, слушай, если тебе охота мыло ручной работы, можешь сделать сам если тебе лениво его делать, можешь заказать у меня ссылка в инфобоксе по 100% предоплате, я тебе усвояю если тебе просто хочется мыло какой-нибудь, ну сходи в магазин, обычное мыло купи вообще вот такие пустые баночки наверное, очень длинный ролик вышел но зато их тут много, как бы но теперь, наверное, следующие пустые баночки будут скорее всего в октябре, потому что там чего-то должно закончиться всем спасибо, кто осилил до конца всем приятных эмоций и пока не забудь поставить палец кверху